добрый день коллеги анастасия маякните пожалуйста слышно ли меня и видно ли да все слышно отлично спасибо меня зовут алексей ежиков всем еще раз добрый день я представляю ассоциацию когнитивно-поведенческой психотерапии сам являюсь членом АКПП и возглавляю секцию коучинга в нашей ассоциации у нас уже не знаю можно ли называть традиционным этот эфир демо-сессия коучинга в когнитивно-поведенческом подходе в целом пока мы собираемся да буквально пару пару вещей расскажу о том что будет происходить и также заранее да предупрежу о том что если вам вообще интересна тема когнитивно-поведенческого коучинга и применение коучинговых компетенций в вашей практике если это клиническая психология или психотерапия или даже если врач общей практики или преподаватель тренер agile coach неважно кто угодно если вы в этом заинтересованы пожалуйста подписывайтесь на отдельную группу секция коучинг АКПП ссылку на нее коллеги выложат в комментариях к видео ой прошу прощения к посту да что прямой эфир начался подписывайтесь мы там публикуем объявления о том где у нас мероприятия проходят а у нас проходят разные кроме вот таких демо-сессий в канале ассоциации у нас проходят внутренние интервизии в когнитивно-поведенческом подходе причем они такие получаются мультимодальные для психологов и коучи и получается в общем довольно интересно и полезно проводили первую подобную интервизию и очень позитивные отзывы были от коллег которые участвовали проводим разные всякие вебинары мастер-классы мастер-майнды у нас предстоят для коучей по развитию практики скоро проходят не только для коучей курс по доходу в частной практике для помогающих специалистов коучей психологов психотерапевтов в общем много всякого добра мы причиняем людям в будущем если вы захотите дальше вместе с нами развиваться то вы сможете подать заявку и вступить уже участниками в секцию коучинга кпп но сегодня да сейчас у нас проходит демо-сессия когнитивно-поведенческого коучинга у нас было две заявки от Влады и от Ольги пока не вижу в списке участников ни ту ни другую но надеюсь что присоединятся в ближайшее время если нет то можно будет вызваться из слушателей поднять руку для тех кто хотел бы принять участие в качестве демонстранта или демонстрантки демо-сессия это открытый формат да то есть здесь сразу для участников наверное нужно сказать о том что во-первых демо-сессия проходит перед открытой аудиторией то есть кто-то может присоединяться кто-то может отсоединяться да и мы не контролируем кто может посмотреть это видео во-вторых традиционно мы записываем демо-сессии и выкладываем их на канал ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии для последующего просмотра теми кто демо-сессию мог пропустить поэтому заранее предупреждаю что если вы вызываетесь демонстранткой демонстрантом то это предполагает что мы запрашиваем у вас вы подтверждаете право выложить эту сессию но если вдруг по каким-то причинам вы в ходе сессии почувствуете что вам бы не хотелось чтобы эта сессия была опубликована в конце я задам вопрос и вы можете опасно отозвать свое разрешение то есть сказать нет все таки давайте я подумала или подумал все таки не хотелось бы чтобы эта сессия была выложена в открытую тогда мы ее на канале размещать не будем да но тем не менее все равно сейчас эта аудитория является открытой с точки зрения демонстрации да наша беседа продлится полчаса необходимо что у вас чтобы у вас был реальный запрос да то есть это не не просто что вы хотите ну как то знаете на кошечках потренироваться на себе посмотреть как коучинг работает это в самом не возбраняется да но при прочих равных лучше если у вас есть реальная энергия этого запроса да есть какое-то желание к изменениям есть внутренняя потребность к тому чтобы эти изменения произошли потому что это будет для вас полезнее гораздо для демонстранта самого я имею ввиду и возможно это будет и ценнее для аудитории да потому что аудитория демо сессии обычно может брать для себя какие-то обстоятельства да какие-то решения какие-то находки которые в сессии принадлежат демонстранту и завершающий момент если мы за полчаса с вами не отрабатываем ваш запрос остается ощущение да что не хватило времени я гарантирую что мы с вами еще полчаса сможем созвониться дополнительно уже без аудитории и доработать запрос то есть тоже в конце я обычно осведомляюсь об этом да хотели бы вы доработать этот запрос если да то еще полчаса я предоставляю без оплаты вот на этом наверное все с точки зрения предварительных каких-то объявлений да соответственно если влада михайлова или ольга гусева здесь пожалуйста поднимите руку только я вижу в чате вызывались поучаствовать пожалуйста нажмите у себя кнопочку выйти в эфир или что-то такое вот работает сейчас я вас включу просьба тоже с камерой включиться по возможности вам нужно нажать на микрофончик ольга и тогда вас будет слышно а вот все работает да ольга добрый день сможете ли с камерой включиться и и вообще-то как слушатель хотела поучаствовать а понятно потому что там я прочитал по поводу клиента видимо сравнился все отлично тогда прошу прощения за беспокойство ольга да тогда конечно присутствие так коллеги тогда в общем есть уникальная возможность вот уже услышали условия правила да принять участие своим кейсом желательно что это ваш запрос который вы хотели бы проработать и готовы были бы это сделать демо формате пожалуйста также поднимите руку кто готов для того чтобы выйти в эфир желательно чтобы была возможность делать это с камерой с микрофоном екатерина сейчас дали вам разрешение нужно нажать на микрофончик и камеру включить алексей я хотела уточнить а можно будет включиться без камеры да есть такая возможность возможности есть у нас знаете демо сессия это всегда какая-то такая живая история и важно чтобы мы могли видеть разные случаи разных людей и разные обстоятельства которых это демо сессия может происходить чтобы она была как можно ближе к реальным условиям жизни в данном случае бывают и такие обстоятельства да иногда нам приходится ограничиваться только голосом да поэтому давайте попробуем да хорошо екатерин тогда если вам не трудно пару слов о себе и насчет того устраивают ли вас условия которые я говорил я может быть их отдельно еще проговорил да условия меня устраивают пара слов обо мне екатерина 33 года замужем вот получила недавно второе высшее по психологии и собственно сейчас нахожусь на таком скажем так рубеже по смене профессии вот и связи с этим как раз наверное запросто будет екатерин как вы себя сейчас чувствуете эмоционально вот прямо сейчас в принципе спокойно просто так знаете по голосу слышу что немножко задерживаете дыхание списал там как-то выдумал гипотезу о том что есть какая-то доля волнения естественно потому что меня сейчас лучше эта аудитория на 43 человека я вам скажу со стороны даже демоклиента это несколько волнительно я бывал демоклиентом да и проводил демо сессии я поэтому и спрашиваю да что ваше волнение совершенно обоснованно непривычно действительно перед аудиторией выступать могу ли я сейчас как-то помочь это волнение снизить или что-то с ним сделать я думаю саму по себе она пройдет в процессе скажем так уже нашего диалога хорошо екатерин тогда поделитесь пожалуйста своим запросом на ближайшие полчаса запрос связан с тем что да проще говоря есть стабильная работа которая да там такая может быть избитая немножко но близкая многим история есть стабильная работа которая приносит стабильный доход да у меня есть семья есть обязательства вот и есть сфера которая меня очень живо интересует по которой я уже прошла немало обучений да но которая я не вижу на данный момент чтобы она давала возможность стабильного заработка да и уйти в нее полностью я не могу сейчас вот проблема наверное такая что да я не могу жениться на той профессии которая меня действительно интересует и нравится и реально вызывает живой интерес желание в связи с тем что мне нужна все таки стабильная история по заработку а чего бы хотели к тебе наверное уже успокоиться то есть да ли принять какое-то решение потому что я понимаю что везде при принятии любого решения будут какие-то минусы то есть я в принципе реально смотрю на ситуацию то есть либо рисковать идти в то что тебе нравится понимая что да что то будет нестабильно страшно где-то либо уже сидеть ровно на этом месте продолжать учиться пока я не стану миллионером с пассивным доходом и не начну уже постоянно работать там полностью где мне интересно и нравится вот так принять решение и успокоиться то есть хотелось бы через 25 минут принять решение и чтобы это вас успокоило это выглядит как идеальный результат да но опять не уверена что да мы сможем его достигнуть но как-то хотя бы может приблизиться немного а что будет наилучшим приближением к этому результату для вас в ближайшие полчаса может удаст целиком да но что будет лучшим если целиком не удаст знаете какая то может быть идея которая во мне как такое зернышко попадет и может быть мне будет проще немножечко по-другому взглянуть на эту ситуацию потому что находишься в этом всем нахожусь я уже очень долго в этих всех размышлениях вот именно такой возможно я чего-то не вижу вот что-то такое может быть какой-то новый взгляд хорошо то есть или принять решение и это снизит ваш уровень дискомфорта и повысить спокойствие либо приобрести какой-то новый взгляд который будет к этому вас приближать да да окей тогда что мне нужно знать для того чтобы вы могли к этому решению продвинуться интересно что нужно знать может быть какой-то уровень моей готовности принять это решение а вы знаете я еще бы чуть более ранний момент просил вас уточнить это решение какое или между чем решение то есть вы говорите о решении да но какие у вас там варианты выбора а цена работе которые есть сейчас да и по сути своей продолжать обучение в той профессии которым не интересно брать иногда там до частные консультации но при этом это все равно не то откровенно говоря либо уже уйти в это как в отдельную профессию да она полностью в нее окунуться но рисковать финансово вот два выбора но вы имеете ввиду уволиться с текущей работы да это два варианта между ними нет никаких промежуточных но промежуточный в котором я существую достаточно долго уже когда ты работаешь full time там с 9 до 6 на основной работе при этом ты еще учишься и при этом ты еще иногда берешь частные консультации там да с клиентами по выходным привел на самом деле к удручающей ситуации вот что тебе уже приходится отказывать клиентам просто чтобы у тебя был выходной я понимаю что это ни к чему хорошему не приведет вот хотя как в порядке красивый переход из одной сферы в другую вот таким образом ну у меня видимо как-то он не выходит то есть мне надо определяться либо как бы я там либо там а еще какие-то промежуточные варианты существуют есть вариант того что есть какая-то частичная занятость там и частичная занятость здесь ну там условно по четыре часа например день вот но на данный момент опять же скажем так по вариантам до того что я вижу это не особо стабильная история не особо стабильные во что имеете ну по деньгам частичная занятость она оплачивается не так не покрывает тот доход который мне нужен вот потому что сейчас я все-таки на полный вот и опять же встает вопрос что немножко там немножко здесь а вроде как и нигде то есть и я такой человек я люблю глубоко погружаться там досконально изучать все до мелочей дотошная такая то есть когда я сижу спокойно изучаю какой-то вопрос я могу профессионально очень там да работать вот когда я то там то здесь не там не там результата особо честно говоря нужного мне нет ну если говорить об этом переходит то ну я слышу что вы говорите о некой потребности в доходе до для того чтобы вы свои обязательства перед семьей выполняли чувствовали себя стабильно комфортно можете ли назвать ну если в прямом эфире да и на всех и под запись это может быть не очень комфортно я прекрасно понимаю но назвать некую условную сумму от которой мы могли бы отталкиваться чтобы понимать да сколько вы бы хотели сколько сейчас есть в доходе от основной работы от частной практики ну то есть это может быть некой условный да там я не знаю там сто тысяч тенге или там не знаю чего драм или какой-нибудь еще валюта ну просто как некую цифру от которой можно было было бы отталкиваться чтобы понимать процентное соотношение финансово будет ли комфортно таким образом поступить да я скажу и то есть в принципе взрослые люди да у меня есть муж который тоже приносит семью и тот минимальный доход который от меня требуется для того чтобы все было там да хорошо ну прям минимальный это хотя бы 50 тысяч в месяц и вот на данный момент я даже с помощью агрегаторов различных которым в принципе я уже могу допускаться я не вижу варианта именно выстраивания стабильной стабильного такого дохода то есть да и может быть я их просто не вижу а те вакансии психологов которые есть их очень мало хоть и говорят что это востребованная профессия но скажем так именно в найм психологом эти вариантов не так много там детские сады школы туда еще и очередь стоит и драка прям туда я честно говоря не стремлюсь особо вот в государственные структуры поэтому почему-то психологом вот в найм к сожалению даже такая сумма кажется высокой вот а скажем так а если мы берем просто частные консультации там да на агрегаторах то там вопрос стабильности встает вот точно ли я смогу там приносить эту сумму какую долю вам сейчас обеспечивает работа на полную ставку и сколько может приносить работа на полставки на полставки да это какие-то вообще смешные деньги сейчас что-то в районе 30 тысяч частичная занятость идет а и ну скажем так при этом в общем да в районе 30 где-то частичная занятость идет вот и работа там такая сама по себе может быть еще и не особо та который хотелось бы выполнять ну то есть по крайней мере если говорить про варианты да у вас есть вариант оставить все как есть работаете фуллтайм и продолжаете учиться практиковать но долгосрочной перспективе ну вы чувствуете что в общем нехорошо вам от этого ну конкретно касаясь меня да может быть вот сейчас слушают ребята пожалуйста только не в себе да потому что вот говоря обо мне конкретно то есть я такой дайвер я погружаюсь глубоко мне нужно спокойствие и мне нужно сосредоточиться на задаче чтобы ее глубоко изучить для этого нужно вот такая аналитическая больше работа и когда здесь то у меня звонок по одной работе то я там у меня здесь и в общем это это ни с чего из этого не выходит как бы у меня конкретно второй вариант это полставки с доходом в 30 тысяч и 4 часа в день и остальное время посвящать уже развитию практики для того чтобы зарабатывать в ней и третий вариант это значит все с работой увольняться и как там все силы в общем бросить то чтобы или привлекать клиентов или трудоустроиться куда-то именно по профилю психолога да условно три варианта а сколько у вас сейчас сколько вам сейчас приносят ваши клиенты психологи о да это вот как раз таки это интересная нестабильная история потому что иногда у меня в основном они по рекомендации приходят то есть я поэтому и не продвигаюсь особо потому что я не понимаю какой вариант да мне нужен даться и там иногда это там несколько человек в месяц там два иногда это пять может быть человек в месяц и и тут я даже уже задумываюсь хочу ли я свой выходной например тратить клиента потому что устала от полного дня и у меня еще учеба в принципе всегда только учеб вот и потому что я все равно такой психолог начинающий вот и ну в общем это что-то непонятное не а сколько вы зарабатываете на них а ну клиент у меня сейчас идет ну то есть один час вот со старыми это полторы тысячи вообще новыми клиентами я сейчас ставлю уже две с половиной вот когда образование получила вот я считаю для начинающего психолога и тогда вот если говорить про текущую ситуацию да вам по сарафану не супер контролируемо приходят два пять клиентов в месяц вы выставляете им стоимость две с половиной и сколько это приносит вам дохода в месяц так если мы судим по июню например у меня за июнь вообще было три клиента да и вот даже понимаете даже какого-то учета я по сути не веду потому что я говорю поймут те кто вот так же имеет нестабильную такую историю вроде пришел деньги заплатил а вроде их уже нет ну да условно там да у меня было в районе что-то семи тысяч за июнь дополнительно на клиентах частных а три клиента вы имеете ввиду что они по ну на разовые консультации вот по полторы были несколько там два раза было вот это три тысячи вот две пятьсот был один и полторы еще был тоже из старых так четыре пятьсот и две пятьсот четыре пятьсот семь тысячи да семь тысяч ну просто любопытно да что за клиенты какие запросы как так получается что вы с ними работаете в коротких форматах ну во первых да то есть я практикую такой подход как у РКТ у РКТ я вижу корректированное решение к астрологической терапии во вторых вы знаете у меня такие клиенты есть которые их например могло не быть полгода потом он мне пишет то есть обращаются не как как будто бы за решением какого-то ну в рамках длительной терапии запроса а вот что-то прижало и написал мне и давай пообщаемся вот то есть поэтому это и не имеет такого характера лейтенант окей ну то есть ваш подход да в котором вы практикуете он предполагает короткую короткую контрактацию да ага и какая там получается в среднем если говорить ну и про подход и про вашу практику какая в среднем продолжительность работать с одним клиентом ну то есть это одна две сессии или три или четыре как вам кажется ну что является нормой обычно это не более пяти сессий то есть где-то даже две-три сессии где-то четыре сессии ну в среднем окей тогда я предлагаю вам простую финансовую задачу проделать если говорить о том доходе который вы хотите то по той стоимости которую вы хотите сколько вам нужно сессий провести вместе сколько сессий вот здесь у меня сейчас идет до 2 500 за час сколько сессий конкретно знаете честно говоря у меня с математикой не особо либо я переживаю ничего страшного но у вас там у нас везде калькуляторы во всех устройствах есть можете не в голове считать а чисто 20 сессий получается да если там у вас пара сессий с клиентом то они с какой примерно регулярностью происходят ну это две как-то подряд или пришел потом когда-то не ввестно когда обычно домашние задания поэтому так на рефлексию да поэтому это где-то раз в неделю раз в две ну то есть получается если 20 сессий в месяц да вам нужно провести то это сколько клиентов ну в среднем плюс-минус да вот здесь уже хороший вопрос потому что кто-то один раз придет кто-то пять там раз придет я не знаю ну если если говорить в среднем да если вы говорите что у вас там средняя продолжительность контракта три-четыре сессии более короткие вот если брать июнь да вы сказали что у вас там папа одной сессии большинство приходило такая средняя по больнице как вам кажется 10 человек то есть вам нужно 10 новых получается клиентов в месяц да и сейчас это нерегулярные но не ноль то есть вы в ноль не падаете а 25 как-то по сарафану приходит да при том что я вообще рекламу не даю сейчас такой поддерживаешь а знаете ли вы что это за сарафан это коллеги проще говоря да у которых уже такая запись плотная они мне скидывают да собственно там передают вот то есть у нас прям табличка есть где мы друг другу помогаем несколько да перекидываем клиентов так окей тогда возвращаясь к запросу да который вы озвучили что хотелось бы принять решение что делать дальше как вам кажется екатерина что должно произойти чтобы это решение созрело ну вероятно должно появиться 10 человек в месяц и 20 сессий для того чтобы вот этот минимум покрывать для этого надо предпринять те действия которых ранее не было да начать продвигаться давать какую-то рекламу либо выйти на те же агрегаторы может быть и оттуда уже эти клиенты появятся вот как-то вероятно да начать продвижение да чтобы эти клиенты приходили пока так первая мысль ну тут как бы вы как будто говорите что для того чтобы принять решение прийти в точку b мне надо уже оказаться в точке b и тогда я приму решение ну принять решение о том чтобы да продвигаться получается так это первая точка ага то есть окей и что это будет за решение то есть решение о чем решение о том чтобы получается вести частную практику да и уже соответственно больше в ней публикации уделять ей внимание ну получается это подразумевает то что мне вот как я сейчас вижу это подразумевает то что надо уволиться с работы вот и уже уйти в частную практику полностью но опять же это я это вижу как высокий риск вот если это делать параллельно с работой клиент записывается мне приходится ему отказывать или записывать на выходные так сейчас екатерина прошу прощения здесь я начинаю терять нить потому что ну последовательность стройная логическая да последовательность ему заключение но при этом все таки про принятие решения да если можно я прошу вас посмотреть туда вот вы сказали что для того чтобы принять решение насчет там оставаться на этой работе или совмещать или уходить в полностью да в частную практику вам нужно сначала принять решение о том чтобы продвигаться потому что вследствие этого у вас может если я правильно понял появится какой-то более контролируемый поток и тогда вследствие после этого вы можете решить ага вот сейчас я понимаю как это работает поэтому я могу там принять решение в сторону или совмещения или ухода в практику целиком вот так ли я услышал ну может быть я как-то не так вас услышал потому что да мы только вроде говорили сколько надо человек чтобы там выходил определенная сумма которая минимум покрывает вот поэтому первая мысль пошла о том ну откуда и они появятся то вот и первая мысль была о том что просто так они не появятся только путем того да ты о себе заявляешь да но в целом да если возвращаться к изначальному запросу и к трем вариантам это подразумевает либо уход на частичную занятость когда у меня только полдня там да свободно я в эти слоты начать клиентов либо это да соответственно увольнение вот потому что вряд ли я смогу это совмещать с работой на полный день Екатерина да тогда еще вот я возникает предложение вам не знаю отнеситесь к нему как-нибудь имеет это смысл или нет посчитать еще сколько вам нужно клиентов если это будет совмещение то есть в этом случае вам нужно 20 тысяч рублей получить в месяц дополнительно в этом случае надо сначала найти работу на совмещение более-менее сколько там денег вот но в среднем да это в районе вообще 20-30 тысяч идет обычно здесь да если в случае частичной занятости получается это должно быть где-то ну 20-30 тысяч да не 50 уже в практике ну для упрощения можно взять среднюю 25 потому что она на 2,5 легко делится да да то есть это в 2 раза меньше да получается 10 10 сессий 10 сессий точнее да и получается что как раз таки на 5 клиентах которые к вам приходят регулярно и занимаются по 2 сессии как раз у вас вот эта сумма будет выходить 5 клиентов уже выглядит как что-то реальное вот потому что в принципе в некоторые месяцы они сейчас даже без активной рекламы есть угу так выглядит как что-то более такое как вариант средний угу а когда уже практика соответственно будет более стабильная там уже можно подумать и о том чтобы убрать частичную занятость по другой профессии да сейчас уже вырисовывается опять же для того чтобы принять решение да что вам необходимо вот честно меня этот вопрос каждый раз немножко в ступор вводит это хорошо потому что я сразу подумать о некоторых действиях да чтобы не принять решение что я уже дальше делаю дальше я ищу частичную занятость дальше я ищу где бы я могла бы там да продвигаться вот а чтобы принять решение ну на самом деле это Екатерина немного отвечает на вопрос ну то есть для того чтобы принять решение вам нужно понимать какие есть ну то есть насколько реализуемо каждая из из вариантов о которых вы говорите да понять насколько это реально вот так сказать потому что я плотно стою на земле и мне хочется понимать прежде чем да принимать какие-то решения такие насколько это все реально ну то есть проще говоря зайти на Headhunter да поресечить посмотреть какие есть предложения по частичной занятости посмотреть более-менее хотя бы близкая психология да и далее думать о том где стабильно брать пять клиентов например да в месяц это тоже все таки вопрос потому что у меня на данный момент это нестабильная история вот тогда если думать да тоже такое в какую сторону вы можете начать думать или в какие стороны я бы сказал в принципе опять же да в сторону того чтобы пойти на Headhunter и в сторону того чтобы понять как да продвигаться откуда брать вот эти пять клиентов вот такие два направления вот я как раз про второе да как вы будете это делать ну в принципе сейчас достаточно много да источников и там и статей на YouTube там да а где начинающему специалисту например да психологу клиентов вот описание каких-то агрегаторов может быть площадок рекламных да где он может о себе заявлять вот побольше посмотреть поближе эту информацию посмотреть что мне откликается из этого угу ну то есть Headhunter и поисследовать интернет на предмет того какие есть варианты агрегаторы и другие способы да угу окей тогда если снова возвращаться да к тому же с чего вы начинали что хотелось бы в идеале принять решение как двигаться или куда двигаться да а как минимум какой-то получить новый взгляд на это то что с вашим запросом сейчас я думаю что это выглядит как вариант который вариант средний да который удовлетворяет и тому что есть некоторая стабильность да когда да в принципе есть все равно какая-то основная работа но на частичном формате и в то же время я не ухожу от психологии да и практикую как психолог что важно и это происходит там да вторую может быть половину дня поэтому есть такой способ как да может быть и там и там начать а далее уже если в принципе да я пойму что частная практика развивается можно будет уже полностью в нее уйти вот но вариант уйти в нее полностью да да он сейчас выглядит таким нереалистично вот таки чтобы клиентам что-то давать надо быть самому внутренне спокойным стабильным вот идя полностью в практику я не смогу сейчас быть в таком состоянии поэтому это выглядит как средний вариант сейчас который удовлетворяет в принципе моим потребностям ну то есть как то можно ли говорить о том что вы принимаете это решение или что вы как минимум приближаетесь к нему да это выглядит как то что я приближаюсь опять же конечно меня немного волнует тема того что мне тяжело перескакивать да половина дня то половина дня это но у меня нет скажем так иллюзии на тему того что не будет каких-то жертв да с моей стороны в любом случае вот это как раз и будет той той маленькой жертвой может быть где-то да для того чтобы удовлетворить да мой запрос здесь сейчас окей тогда Екатерина поделитесь насколько по десятибалльной шкале вам удалось реализовать запрос на сегодняшнюю сессию принять решение или получить новый взгляд который бы вас к принятию этого решения приблизил я бы поставил оценку девять потому что один балл остается на моих сомнениях вот может быть немножечко от самой ситуации никогда не участвовала так вот в принципе есть ясная какая-то структура да логичная сейчас в голове по поводу того как двигаться дальше да и по сути я понимаю что это вытащили из меня это не чье-то из вне было привнесенное да и меня вообще такой результат абсолютно удовлетворяет я очень благодарна вам Алексей спасибо Екатерина и подскажите еще что я сделал для того чтобы вы смогли из себя на 9 из 10 этот результат извлечь знаете как будто бы каждый раз когда я пыталась уйти в какие-то рассуждения вот как я люблю собственно вот возвращаясь в структуре да то есть да к тому что давайте вернемся давайте еще раз подумаем да вот какой-то структуры которой мне как раз не хватает потому что много размышлений много мыслей уже вот годами вот это все навешанное как будто бы предание вот этой большей структуры оно и способствовало к тому чтобы возвращаться к реальности и думать о том что я могу делать сейчас с тем что есть у меня это очень было ценно вопросы грамотные опять же да на то чтобы наподумать некоторые меня оставили скажем так в такой немножко тупик вот хотя вроде кажется я часто об этом всем размышляю но может быть не те вопросы которые надо было себе задать вот опять же это новый взгляд то чего я и хотела Екатерина спасибо большое за смелость даже где-то бесшабашность в выходе на сцену перед аудиторией хочу еще в завершение уточнить можем ли мы выложить запись на youtube наверняка будет полезно коллегам которые проходят через те же трудности и сомнения что и вы Алексей я только за потому что откровенно говоря много начинающих специалистов да которые и год и два пытаются уже начать испытывать такие такие же запросы потребности и многие сомневаются поэтому я думаю это будет полезно нашим коллегам послушать отлично Екатерина спасибо вам большое тогда предлагаю на этом завершить и чтобы я еще мог поотвечать на вопросы от аудитории Алексей я вас благодарю взаимно спасибо вам еще раз большое за смелость до свидания коллеги теперь я могу ответить на вопросы единственное что попрошу вопросы задавать не с точки зрения обсуждения конкретной Екатерины или там ее выборов или чего такого да опять же с уважением к демонстрантке которая ну вызвалась проявляться перед аудиторией да скорее направлять вопросы в мой адрес и там не по каким-то даже может быть развилкам которые происходили в сессии да потому что мы здесь не можем проиграть а что если бы вот так было сделано да сколько может быть почему я принимал те или иные решения каким образом проходила сессия какие компетенции я проявлял или наоборот вы увидели что там не были мной проявлены да что тоже бывает какие то вопросы на тему когнитивно-поведенческого подхода ну то есть любые которые могут быть вам сейчас интересны после или вследствие того что вы увидели и услышали коллеги можно можно во первых писать вопросы в чате под эфиром да в обсуждении эфира в телеграм-канале ассоциации можете поднимать руку прямо и мы вас выведем в эфир если есть вопросы а я надеюсь что есть коллеги машите кнопками пожалуйста поднимайте поднимайте руки у матросов нет вопросов удивительно тогда я буду в общем занимать пока немножечко эфир а вот она спасибо вам огромное включил микрофон нажмите на микрофончик у себя в телеграме пожалуйста добрый день добрый спасибо за сессию было очень интересно у меня такой вопрос что вот слушая скажем так со стороны вроде бы было даже очевидно что Екатерина изначально вот этот вопрос не простудировала относительно стоимости сколько ей нужно денег в месяц сколько ей нужно при этом выбрать клиентов ну и так далее вот именно чисто вот расчет такой математический и вот вы не спрашивали ее в сессии да вот этот момент может быть она даже откладывала какое-то как-то это решение все время может быть в этом моменте и было почему она не может его принять почему она никогда это мысли приходила или может она приходила ей в голову да чтобы провести расчет вот не спрашивали ее вот об этом да что не проводила она сама вот это вот исследование ну раньше да ну и Екатерина сказала что она его не проводила ну то есть я когда попросил ее посчитать она сказала что она раньше этого не делала ну вот ее что-то останавливало получается да то есть вот этот вопрос имел смысл задавать вот в таком контексте Анна хороший вопрос я не уверен что я на него вам отвечу здесь наверное я могу отослать к видеозаписи моей извините что сам на себя ссылаюсь просто ну поподробнее об этом посмотреть про режимы помогающего специалиста в терапии в коучинге у нас на канале ассоциации эта видеозапись есть там по теме режимы специалиста в смысле по запросу режима специалиста можно найти и там я рассказываю кусочек из теоретической статьи которую тоже можно найти Дмитрий Викторовичков пока со мной вот мы вдвоем написали ее по системному когнитивно-поведенческому коучингу там по основам и там мы вводим как раз концепцию режимов специалиста о том что в терапии в консультировании в коучинге и других помогающих практиках да у специалиста есть целом две возможности ну буквально точнее не возможности два режима в которых человек может находиться они могут быть каждый из них может быть может включаться в какой-то части любой сессии но очень трудно находиться в них обоих одновременно да ну как как и следует из определения режимов по БЭКу да это как бы такое устойчивое состояние активации нашей когнитивной сети ну точнее под сети в рамках когнитивной сети и вот один режим это режим коррекции дисфункции второй режим это режим ориентированный на позитивные изменения и и в терапии в коучинге в целом специалисты в обеих режимах могут находиться но в случае с терапией особенно если речь идет о каких-то диагностированных расстройствах да там режим коррекции дисфункции возобладает да мы строим в когнитивно-поведенческом подходе концептуализацию по БЭК часто это концептуализация с опорой прошу прощения наоборот дисфункциональных убеждений автоматических мыслей промежуточных глубинных убеждений мы ищем эти дисфункциональные глубинные убеждения и помогаем их реструктурировать и нарабатывать навыки которые бы подкрепляли новое адаптивное поведение да и здесь фокус как раз таки на поиске проблемы ну то есть что мешает да какое убеждение является препятствующим к удержанию какого-то комфортного для клиента состояния в режиме ориентированном на позитивные изменения наоборот мы обращаемся к целям ценностям потребностям в том числе и там не физиологически да и так далее и в терапии он тоже используется то есть если мы говорим про третью треть любого контракта в терапии если это контракт срочный да там 10 сессий 20 сессий не важно в третий третий контракт мы переходим к даже в классическом КПТ именно к такой работе да когда мы отдаем клиенту ответственность за его собственный результат и вот в этом режиме ориентированном на позитивные изменения там как раз уже нет задачи искать там есть задача обнаруживать те ресурсы те адаптивные элементы поведения которым мы могли бы привязать деятельность нашего клиента а если говорить про современный подход в КПТ да ну в смысле вот недавно представленный в третьем издании Джудит Бек параллельно с классическим да когнитивной терапией ориентированной на восстановление то там концептуализация производится с опорой на сильные стороны то есть адаптивные автоматические мысли адаптивные промежуточные убеждения адаптивные глубинные убеждения и в этом случае опять же работая там мы не занимаемся поиском дисфункции то есть тем что препятствует так вот извините за этот краткий экскурс да просто нужно было чтобы спасибо да 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 ну вот подробнее я об этом рассказываю в видео в соответствующем так вот мы не можем как специалисты одновременно находиться в двух режимах то есть мы либо в моменте вот в каком-то эпизоде там минутном или 30 секунд мы находимся в одном режиме потом переключаемся в другой и какую то долю времени у нас это деятельность занимает так вот коучинг в основном предполагает деятельность специалиста в режиме ориентированном на позитивные изменения у нас бывают моменты когда мы обнаруживаем там какие-то препятствующие убеждения например да точно так же делаем там срезы данных по смэр точно так же производим оценку автоматических мыслей такое бывает но конкретно в данном случае задача заключалась не в том чтобы понять ну или там определить что клиентке мешало в прошлом сколько наоборот определить что она хочет и какие варианты являются для нее наиболее приемлемыми и и поскольку она ну все таки сейчас да прямо в сессии непосредственно произвела эти подсчеты ну то есть некую базовую финансовую модель сделала да клиентка не ушла в не знаю там в избегание в конфронтацию там в сопротивление ничего такого да ну вот это случилось ну вот она посчитала это быстренько на пальцах это дало ей некоторый объем результата и в таком случае и и тот запрос который клиентка заявляла в целом был в итоге удовлетворен поэтому конкретно этот вопрос да конкретно в этом сеттинге в рамках короткой демо сессии ну для меня скорее был не ну в общем не первой линии выбора ну и плюс потому что это демо да все таки потому что если уходить уже выявление каких-то деструктивных убеждений то это уже будет более там глубокая работа нет дело не в глубине дело не в глубине вопрос в удержании модальности но даже в модальности коучинга в целом мы можем еще раз говорю да поисследовать автоматическое иногда даже промежуточные убеждения но это скорее по необходимости мы делаем то есть фокус внимания направляется не на препятствия сразу а на движение к желаемому результату на движение к цели на опору на ресурсы потому что если человек может с опорой на свои ресурсы продвигаться к желаемому результату то зачем заниматься помехами человек и так их устранит или они перестанут быть помехами вот поэтому в этом режиме ориентированном на позитивные изменения мы помехами занимаемся только если они оказываются реальным действенным препятствием к тому чтобы двигаться вперед но в данном случае как бы не составление вот этой финансовой модели таким таким пунктом не было ну с моей точки зрения да опять же мы к сожалению не можем проиграть эту сессию еще раз с клиентом в том же состоянии поэтому здесь все это скорее объяснение да причин по которым я делал те или иные действия в ходе работы ну в целом понятно да спасибо что очень подробно а еще раз скажите где можно посмотреть вот то что вы сказали развод это для всех коллеги есть на ютубе канал ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии я думаю что мы даже выложим это тоже ссылку в обсуждении да я попрошу коллег его выложить вот вот и в этом канале есть плейлист когнитивно-поведенческий коучинг ну точнее секция коучинг ассоциации кпп и там есть всякие разные видео я попробую туда же в наше обсуждение сам просто найду чтобы коллегам не искать выложить ссылку на вот это выступление на прессе бити форуме по-моему в двадцать первом году было про режимы специалистов спасибо большое спасибо за ответ очень интересно было да спасибо коллеги есть ли еще вопросы я кратко на 1-2 наверное смогу ответить потому что я переключился в обсуждение да в телеграме вопросов не вижу может быть у кого-то в зале еще остались так любовь сейчас я вам включу микрофон пожалуйста нажмите микрофончик только спасибо не заметила спасибо большое за сессию у меня такой вопрос вот я немножко пока до себя не могу развести если вот это именно формат коучинга а пришедший клиент не такой подкованный и не так легко да поддается таким вопросом а начинает ну скорее уходить во что-то что требует терапии то есть начинает говорить да но вместо того чтобы подсчитывать и говорить ой точно я могу так сделать да то есть вот как в этой ситуации в коучинге что что когда происходит что делается хороший вопрос любовь мне очень приятно что вы так оценили Екатерину потому что ну я дважды в сессии целенаправленно делаю интервенции минимум дважды для того чтобы этого не происходило ну то есть я имею ввиду что Екатерина дважды принимала попытки уйти в привычные циклы размышлений которые сводились до руминации да но как это так сделать чтобы это было слышно да но я имею ввиду бывают клиенты которые значительно более жестко пытаются снова вернуться к своим руминациям вот этим размышлениям бесконечным или еще больше возражать смотрите здесь тоже важный момент это вопрос диагностики подходит ли этот клиент с этим запросом вообще для работы в коучинговой модальности потому что может быть человека но не надо мучить коучингом может быть человеку реально нужно психологическое консультирование и чтобы он имел возможность свою речевую продукцию по поводу того как у него все плохо все таки произвести поняла то есть изначально это просто все решается на диагностике да и если что то мы изначально предлагаем клиенту ага ну доп есть если это начинает производить сессии так достаточно интенсивно то соответственно мы просто ну не совсем правильно диагностику не LA не совсем верно выбрали ну мы же знайте мы же не всегда можем все прям идеально диагностировать поэтому такое очень интересно не так и Industrial и к этому не стоит относиться к собственному провалу в диагностике. Это абсолютно нормальная жизненная ситуация для специалиста. Не винить себя. Соответственно, если это происходит, то здесь возникает момент, что либо мы это выносим... На самом деле много, я думаю, что есть вариантов. Как минимум вынести это в метакоммуникацию, то есть поговорить о том, что происходит. То есть что, ну, слушайте, уважаемый или уважаемая, вы же пришли вот с таким запросом, вот ваша цель на сессию, она касается достижения вот этого. Сейчас вы возвращаетесь к привычным паттернам мышления, которые двигают вот в этом направлении. Как вам кажется, насколько это соответствует вашей задаче на эту сессию? Если у человека, ну, все что угодно, да, там может быть эмоциональная дисрегуляция по поводу содержания происходящего, там, актуализируются какие-то дисфункциональные убеждения в моменте здесь, сейчас, да, то есть он не может находиться в рефлексивной позиции, ну, тогда можно предполагать переконтрактаться, ну, то есть, либо задавать вопрос, а что сейчас вы можете сделать для того, чтобы с собой, для того, чтобы продолжить двигаться к той цели, которая вас интересовала, да, либо, опять же, сказать, как вы смотрите на то, чтобы в другой модальности, возможно, работать в перспективе. Мы редко переключаемся из одной модальности в другую прямо на сессии, ну, то есть это редко бывает такое, ну, практически как-то... Я как преподаватель не рекомендую, в целом, я думаю, что такое бывает в практике, да, у других коллег, но мне кажется, это не вполне разумно. Вот, но переконтрактоваться на, скажем, вашу следующую встречу и договориться о том, что вы начинаете работать в формате психологического консультирования. Это возможно. И в таком случае остаток сессии вполне можно посвятить тому, какие задачи, да, какие мишени имеет смысл рассматривать уже в формате психотерапевтической или консультативной работы для того, чтобы это, опять же, помогало клиенту к его жизненной цели продвигаться и при этом улучшало его психологическое состояние. Как-то так. Ответила ли, Любовь, на вопрос? Да, спасибо большое тебе. Все понятно, спасибо. Супер, спасибо. Так, коллеги, были ли еще вопросы? Уже все, мы на минутку задерживаемся от объема нашего сегодняшнего эфира. Если есть что-то, на что я могу ответить письменно, то вы можете задать вопрос в Телеграме, да, в обсуждении этого эфира. Добавлю, да, еще раз напомню о том, что вы, если вам интересно развиваться в области коучинга, вы можете вступить в Телеграм-группу фекции коучинга КПП. Там мы публикуем планы мероприятий, вы можете посещать вебинары, интервизии, мастер-майнды для коуча, если вы в этом заинтересованы. И в перспективе также у нас курсы базовые, да, по коучингу тоже планируются. Ну и так далее. Кроме того, в общем-то, запрос Екатерины был удивительным образом связан. Честно, это не планировалось Екатерину подтвердить, но я не буду просить, но просто это правда. Связано с тем, что у нас 24-го, 24-го, по-моему, июля, стартует курс для специалистов доход в частной практике, который, собственно, посвящен тем самым вопросам, которые встают у людей в начале практики, когда еще нет какого-то устойчивого прогнозированного потока клиентов, когда, я не знаю, я на предыдущей стадии развития нахожусь на старой работе, продолжаю работать, ну и так далее. Подробности о курсе доход в частной практике ищите в телеграм-канале АКПП, да, в секции коучинга мы выкладываем. И кроме этого, у нас планируется вебинар. Так, вебинар у нас 18-го, кажется, да, 18-го июля в 18.00 будет отдельный вебинар «Пять шагов к частной практике», на котором, даже если вы курс не будете посещать, все равно есть там польза, мы там будем приносить пользу, в общем, этой информации, там есть польза насчет того, как в начале частной практики, какие моменты имеет смысл делать, на что обращать внимание, как раз таки для того, чтобы объем клиентов был более устойчивым, вы себя комфортнее чувствовали в работе с клиентами и так далее. Кроме этого, я не знаю, наверное, на подножку уходящего поезда могут уже не пустить, но вы можете целиться в следующий набор точно в ассоциации клинитивно-поведенческой психотерапии в мире КПТ проходит такой курс, который называется PSY-START. Проводят наши коллеги Ирина Карголь и не помню, к сожалению, прощение, коллегу, еще кто, вместе с Ириной делает этот курс, он посвящен тому, чтобы вы себя более комфортно и устойчиво чувствовали именно в работе с клиентом, то есть чтобы вы меньше у вас бодал синдром самозванца, чтобы вы эффективнее проводили и удерживали структуру сессии и так далее. То есть доход в частной практике посвящен тому, как привлекать клиентов, PSY-START посвящен тому, как себя комфортно, устойчиво чувствовать в рамках психотерапевтической работы с клиентами. Кроме этого, еще в ассоциации проходят тренинги техник и навыков отдельных, в том числе и по структуре и по отдельным техникам КПТ. В общем, тоже обратите внимание, такой формат называется ТТИН, тематические техники и навыки, в которые можно заходить, даже если вы не обучаетесь на базовом курсе, по-моему. Не буду врать, но вероятнее всего. В общем, ТТИН тоже полезная вещь в хозяйстве. Вот, на этом, пожалуй, я буду завершать сегодня. Еще раз хочу поблагодарить Екатерину, которая выступила демонстранткой сегодня, коллег за вопросы. Пожалуйста, приходите на наши демо-сессии, вступайте в группу секции коучинг, подписывайтесь на канал Телеграм, на ассоциации КПП, на Телеграм-канал Мира КПТ, и продолжайте развивать свою профессиональную компетенцию и усиливать вашу практику. До встречи, коллеги, на следующих эфирах. Продолжение следует...